В Реутове подвели итоги работы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На встрече рассказали о знаковых событиях 2022 года и обозначили главные задачи на предстоящий период. Подробности в материале моих коллег. 2022 год оказался богатым на юбилейные даты в сфере МЧС. Государственному пожарному надзору исполнилось 95 лет, а гражданской обороне Российской Федерации 90. За почти вековую историю эти системы стали неотъемлемой частью национальной безопасности страны. На собрании, посвященном подведению итогов года, говорили о заслугах каждой структуры, стоящей на страже жизни и здоровья граждан. Прошедший год стал еще одним из самых неординарных и сложных годов. Мы столкнулись с колоссальными вызовами. Мы научились жить и работать в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей сплоченности. За прошедший год на территории области произошло 8 чрезвычайных ситуаций. Более 17 тысяч техногенных пожаров, 83 происшествия на водных объектах и около 4 тысяч дорожно-транспортных происшествий, на которые мы вместе с вами реагировали. За этими сухими цифрами стоит круглосуточная работа людей. Сотрудники МЧС, которые отличились на службе, получили награды. Звания заслуженных спасателей, медали, почетные знаки и благодарственные письма. Медалью за спасение погибавших награждается старший прапорщик внутренней службы Орлов Алексей Валерьевич, помощник начальника караула 35-й пожарно-спасательной части 38-го отряда. Отметили труд тех, кто помогает координировать работу экстренных служб. На встрече подвели итоги конкурса ЕДДС Подмосковья. Среди муниципальных образований с численностью населения более 250 тысяч. Победу одержал городской округ Люберцы. Конечно, это заслуга всего коллектива ЕДДС. Я поздравляю и руководителей, непосредственно всех, кто работает 24 на 7. На связи с нашими жителями любая нештатная ситуация, любая авария, любая сложная оперативная обстановка. Тут же реакция, связь со всеми службами, которые должны взаимодействовать и все подключены. Еще одно предприятие городского округа одержало победу в другом конкурсе. Коллектив Люберецкого водоканала наградили за лучшее защитное сооружение гражданской обороны вместимостью от 150 до 600 человек.